Второй препарат, о котором я хотел рассказать, это тоже натуральный антибиотик. Препарат называется Лан Цинь. На сегодняшний день я почти каждый день им пользуюсь. У меня больше 10 пациентов с коронавирусом, они все пьют этот препарат. Опять же повторяю, что пока не дошло до воспаления легких, мы можем пользоваться натуральными препаратами. И могу сказать, что у меня уже 6 человек, которые сняли из диагноза. То есть они сделали ПЦР и тест отрицательный. В данном препарате основным действующим компонентом является вайда красильная. Это противовирусное, противомикробное средство. Очень хорошо используется как жаропонижающее при всех заболеваниях ОРЗ. Вайду красильную усиливает байкальский шлемник. Байкальским шлемником я пользуюсь уже более 40 лет. Его чувствую, знаю очень хорошо, сам заготавливаю. Вот в данном случае, как противовирусное средство, действие очень сильное. Но дополнительно у байкальского шлемника, конечно, я больше всего пользуюсь для дипертонии при атеросклерозе. Но я заметил, что когда нарушается огонь легких, это больше относится к китайской медицине, и байкальский шлемник как раз регулирует. Но если, скажем, по китайской философии, янь усиливается и балансируется, и огонь, он приходит в такое вровное состояние, что приводит к тому, что при начинающем воспалении легких процесс сам останавливается, и даже процесс излечения. Вот это я по своей практике наблюдал. Поэтому в данном случае байкальский шлемник, он растет именно на Байкале, в районе Байкала. Он усиливает действие вайды красильной, которая является основным компонентом. Третий компонент это гордение жасминовое. Это сильное жаропонижающее средство, понижает температуру, и хорошее противовоспалительное, и обезболивающее. И бархат амурсти, это знаменитое наше растение. Оно обладает противовоспалительным действием, отхаркивающим действием, и у меня входит, пожалуй, в половину моих сборов. И вот этот состав, если бы я сам, допустим, делал противовирусный сбор, я вполне возможно сделал именно в таком виде. Но плюс в данном случае к этому препарату, что, видите, эта микстура сделана без спирта. Это как сладкий сироп, вы просто трубочкой протыкаете пробку, высасываете, и можете запить немножко водой. Если такая начинающая продрома, то есть легкая температура, там першит в горле, можно два раза в день, утром, вечером натощак. Если же мы чувствуем, что температура поднимается к 38, уже кашель, мы можем до 4-5 пузырьков выпивать за день. И нужно помнить, что по своему действию это как антибиотик, но только натуральный, природный.